Работает информационная служба канала RTVI в студии Сергея Кения. Здравствуйте! Итак, сейчас в мире. Российские военнослужащие в Сирии есть. Глава МИД Сергей Лавров сегодня вновь обозначил официальную позицию Москвы относительно военного присутствия страны на Ближнем Востоке, что, как отметил министр, Россия никогда не делала тайной. Ранее в СМИ просочилась информация об участии солдат вооруженных сил РФ в конфликте на стороне режима Башара Асада. Но, по словам Лаврова, в Сирии много лет работают лишь те военнослужащие, миссия которых – помогать местной армии осваивать поставляемую Москвой технику и готовить в Сирии. Для применения в антитеррористической борьбе. Министр заверил, что никаких дополнительных шагов Россия сейчас не предпринимает. Добавив, если такие шаги потребуются, власти будут действовать в соответствии с национальным законодательством и международным правом. И исключительно по просьбе официального Дамаска. С самого начала сирийского конфликта, когда многие наши коллеги за рубежом делали ставку на любых попутчиков, которые боролись с режимом Башара Асада, и не исключали даже своего взаимодействия с откровенно экстремистскими группировками, мы помогали и продолжаем помогать сирийскому правительству в оснащении сирийской армии всем необходимым, для того, чтобы она не допустила повторения в Сирии ливийского сценария и других печальных событий, которые происходили в этом регионе из-за одержимости некоторых наших западных партнеров идеями смены неугодных режимов. Кстати, как заявили в Кремле, Владимир Путин в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН с большой вероятностью будет говорить о ситуации в Сирии и борьбе с исламским халифатом. Для российского лидера это будет его первый визит в США с 2007 года, когда президентом страны был Джордж Буш-младший. Что касается его переговоров на полях юбилейной сессии Генассамблеи, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пока в рабочем графике российского лидера двусторонняя встреча с Бараком Обамой не значится. Нет в графике и встречи с Папой Римским Франциском. Ранее в СМИ появилась информация, что понтифик готов поговорить с Путиным, но только в том случае, если тот не опоздает. В июне Владимир Владимирович пришел на встречу с главой католической церкви с задержкой на час. Включите свой интеллект и свои локти, чтобы сохранить, по крайней мере, второе место на рынке продажи оружия. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин, выступая сегодня на военно-промышленной конференции в Нижнем Тагиле, призвал сопротивляться, как он выразился, нецивилизованному выдавливанию страны из мировых рынков. К концу года, по словам замглавы правительства, власти подготовят и утвердят проект новой госпрограммы развития обороны промышленного комплекса. Как заявил Рогозин, программа предусматривает переход на более современное производство. Мы сегодня стоим, по сути дела, как авангард укрепления мощи страны, ее промышленного потенциала. И именно от вас зависят сегодня. Будет наша страна по-прежнему зависеть от конъюнктуры цен на ульеводороды, или мы станем великой державой, которая будет опираться на собственную мощнейшую индустрию, поднятую обороны промышленного комплекса. Это новости на Арт-ТВА. Турецкие военные самолеты продолжают наносить удары по территории Ирака. Премьер-министр страны Ахмед Давут-Углу заявил сегодня об очень серьезных результатах операции против курдских боевиков. Решение атаковать позиции сепаратистов из рабочей партии Курдистана Анкара приняла после серии терактов против турецких военных. О решимости властей полностью победить экстремистов Давут-Углу заявил на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском, который, в свою очередь, призвал Анкару возобновить мирные переговоры с курдскими сепаратистами. Мы говорили о рабочей партии Курдистана. Я вновь подчеркнул необходимость приложить все усилия для достижения прогресса путем мирных переговоров. Я надеюсь, что это все еще возможно. В самой Турции тем временем продолжаются беспорядки. На юго-востоке страны, где значительную часть населения составляют этнические курды, звучат взрывы и выстрелы. Эти кадры сняты в городе Джезре. На них видно, что по ночным улицам, несмотря на действия комендантского часа, передвигаются молодые люди с оружием. В МВД Турции утверждают, что в ходе операции в Джезре было обезврежено 800 килограммов взрывчатых веществ и убиты 32 боевика. Курдские активисты, в свою очередь, утверждают, что из-за действия комендантского часа военные стреляют и по мирным жителям. Исламское государство и Исламская республика. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньягу назвал две главные угрозы ближневосточной безопасности. Иран и ИГИЛ, по его словам, стали в регионе предводителями суннитского и шиитского радикализма. Вопрос борьбы с терроризмом Нетаньягу поднял на встречи со своим британским коллегой Дэвидом Кэмероном в Лондоне. Еще до визитов в Соединенное Королевство, премьер-министр заявлял о необходимости противостоять набирающему обороты исламскому экстремизму. В этой связи он заявил, что Израиль – единственный щит Европы на Ближнем Востоке. Ближний Восток разрушается под воздействием сил радикального ислама. Суннитского – под предводительством исламского государства и шиитского – под предводительством Ирана. Я верю, мы сумеем действовать сообща, чтобы отразить атаку ислама на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Билл Гейтс, Уоррен Баффет и Майкл Блумберг на мушке джихадистов Аль-Каида призвала террористов-одиночек атаковать видных деятелей американской экономики. Расстрельный список опубликовал издаваемый террористической группировкой журнал «Инспайр». В него попали именно многих миллиардеров, магнатов и промышленников. Цель, которую преследуют теракты против этих лиц – не допустить возрождения экономики США. При этом, как обещают авторы публикации, влиятельные бизнесмены будут исключены из списка, если вынесут деньги из американских банков и инвестируют свой капитал за пределами Соединенных Штатов. Кстати, еще один пунктик – отказ от поддержки Израиля. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу о развитии событий в следующих выпусках у моих коллег. А у меня на этом все. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok